Причем каждые 3 часа, так, 3 часа попадающего удваивается. Сколько грамм вещества накопится за сутки? 24 часа. Начиная с 0 часов. Если так, 0-0 часов, с 6 до 9 в организм попало вот столько вещества. Так, с 6 до 9, 6-9 часов. 0-0-0-0-8. Каждые 3 часа удваивается. Значит, 6-7, так, с 6 до 9, 6 плюс 3 это 9. 7-8-9. Да, вы понимаешь, почему между 6 и 9 и 3 часа? 6-7-8-9. 1-2-3. То есть следующий момент, следующий этап будет с 9 до 9. 10 это 1, 11 это 2, 12 это 3. С 9 до 12. Количество микроорганизмов удваиваются. То есть 0-0-0-0-16. Так, следующий. С 12 до 15. Еще удвоится. 0-0-0-32. С 15 до 18. Еще удвоится. 0-0-0-64. Так, дальше идем. С 18 до 21. Еще удвоится. 0-0-0-128. 21 до 24. Еще удвоится. Это будет 0-0-256. Еще раз читаем задание. В полночь. Каждые 3 часа удвоится в бою. Сколько грамм вещества накопится за сутки? Начиная с 0 часов. В период вот этого я не понимаю. Начиная с 0 часов. Что это? Так, да. Нужно все сложить. Ой, что я нажал. Что произошло? Нужно все сложить. Но, смотри. У нас начинается с 6 до 9. Но ведь до 6 до этих 9 часов там еще есть пара циклов, верно? Получается, если все удвоивается, мы посчитали то, что будет потом. Давай посчитаем то, что было до. То есть с 3 до 6 часов надо наоборот поделить, а не умножить. То есть это будет 0 до 0-0-4. И с 0 до 3 часов еще поделим на 2. Это будет 0-0-2. Вот это все складываем. Вот это, 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 вот это и вот это. Потому что нам, еще раз читаем вопрос. Сколько грамм вещества накопится в организме за сутки? Начиная с 0-0 и заканчивается 0-0. Путанное условие за сутки. То есть мы находим по каждому периоду количества микроорганизмов. Да, потому что, знаете, за сутки мы все это складываем. И получится как раз 0-0-51. Давайте. Ну, Продолжение следует...